Постановка далека от классики, а времена от Пушкина. И часы на сцене как напоминание. Вся эта история вполне могла случиться и сегодня. Герои маленьких трагедий великого классика, скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, каменный гость. По задумке режиссера Петра Шерышевского, наши современники и каждый из нас. Трагический абсурд однозначного одобрения ижевской театральной публики не получил. Тем не менее, впервые за историю русского драматического спектакль стал номинантом на главную театральную награду России. Сейчас действительно перед фестивалем нужно немножечко оживить и вдохнуть новую жизнь в спектакль, потому что играют они его не очень часто, во-первых. Во-вторых, ну просто есть такое свойство у спектакля, со временем внутреннее содержание забывается, остается внешняя форма, и это внутреннее содержание нужно как-то каким-то образом реанимировать. Четыре номинации «Золотой маски» из них – спектакль большой формы, работа режиссера, работа художника, мужская роль. На последнюю номинирован Сальери Юрий Малашин. На премию наравне с ним претендуют столичные звезды. Ну, уже ли он прав? Я не гений. Декорации – сложный трансформер. Вращаются и умножают пространство. Эмалированные ванны на колесах, игра света и тени. Художник спектакля Елена Сорочайкина также номинирована на театральный Оскар. На фоне внешних экспериментов неизменными в спектакле остаются роковые обстоятельства и поиски смысла бытия. Роли даются нелегко. Не далась еще даже, я бы сказал. Она выстраивается еще. Вы полтора года уже играете. Я не могу сказать, что вот есть какой-то такой вот прям вот все. Это Моцарт и точка. Все равно либо что-то убирается со временем в каждом спектакле, либо добавляется, либо еще какие-то грани. Сегодня на прогоне попробовал вообще отстраниться от всего того, что там было раньше. Попробовал какую-то другую нотку взять. Спасибо Петру Юрьевичу. Сказал, что не надо. Вернись к старому. Своё видение Пушкина трупы представят в Академическом молодежном театре в Москве 4 апреля.